Критическая ситуация сложилась на предприятии Чувашский бройлер. Не хватает кормов, а это грозит тем, что может начаться массовый падеж птицы. У сельхозорганизации накопились долги по зарплате, электроэнергии и газу. В Доме правительства собрали брифинг для журналистов и объяснили, от чего зависит, выживет птицефабрика или нет. 49% акций от уставного капитала общества принадлежит Чувашии. Остальная часть – группе компаний курского предпринимателя Александра Четверякова. В июне 2016 года Четверяков через подконтрольные ему организации «О, ваша марка», торговый дом «Красная поляна», «О, русские корма», которые практически одновременно подали заявление в арбитражный суд Чувашской республики и инициировал процедуру банкротства. Общая сумма долга Чувашского бройлера перед этими организациями составляла чуть более 3 миллионов рублей. Тогда предприятие вполне способно было погасить задолженность. Однако тогда подконтрольный Четверяков руководитель Чувашского бройлера не предпринимал действий по погашению задолженности. Даже в судах поддерживал и не возражал против введения процедуры банкротства. Процедуру наблюдения на предприятии, а это первый этап на пути к банкротству, ввели в январе этого года. К тому времени Чувашский бройлер уже успел заключить договоры с компанией «Тениторг», которая должна была оказывать услуги по инкубации яиц, выращиванию и убою птицы и поставке кормов. В настоящее время финансово-экономические показатели деятельности Чувашский бройлер полностью зависит от «Тениторг», которого нарушение договорных условий не оплачивают оказанные услуги, кроме того, не поставляют необходимый объем кормов. Корм на предприятии начали буквально морить голодом. К примеру, недавно вместо положенных 60 тонн зерна в сутки птицам дали всего 10 тонн. Недокорм идет уже с 7 августа. Значит, 35% кормов птица недополучает. Значит, это может привести к истощению, к увеличению падежа. На сегодня долги Чувашского бройлера выросли в геометрической прогрессии. Набавилась задолженность по зарплате, электроэнергии, газу. На днях представители Минсельхоза Республики и Министерство юстиции встречались с Александром Четверяковым. Он выдвинул несколько условий. Первое – это прекращение уголовного дела против всех его директоров, которых назначал. Здесь мы пояснение дали. Мы не те люди, которые возбуждают уголовные дела или прекращают уголовные дела. Вторым условием было назначить и не препятствовать назначению генерал-майора руководителями этого предприятия. И третьим условием – продать акции Чувашской республики ему же. Власти Чувашии собираются отслеживать ситуацию на предприятии и контролировать ее, насколько это возможно. Мы в этой части все равно контролировать ситуацию будем. Мы об этом высказали как раз четверяков, что его не устраивает. Он хочет, чтобы мы просто отошли, продавшие ему акции республики, если просто говорить, и не вмешивались в деятельность и позволили ему банкротить предприятие, переводя его активы на тот же Тениторк или на другое общество, которое ему удобно. Пока на предприятии все очень сложно. Из-за введения процедуры наблюдения Чувашскому бройлеру запрещены все операции с расчетным счетом, кроме выплаты зарплаты. Из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями на фабрике вскоре могут прекратить поставку газа и отключить электроэнергию. Наталья Егорова, Владимир Синдеев, Вести Чуваши.